Но только здесь, шари мои легки, Здесь исцелимы беды и печали. День рождения Решетова каждый апрель становится громким литературным событием. Здесь читают стихи известного поэта, исполняют песни, в основу которых легли лиричные тексты Алексея Леонидовича. Мы приходим каждый год, потому что мы любим поэзию нашего любимого Алексея Решетова. И нам очень приятно сегодня было возложить цветы памятнику. Я видел по телевизору, как взбесился слом, выступавший в цирке. Сперва он наступил на парочку клоунов, а после надрессировщика, оказавшегося рядом. Люди рванули от него кто куда и выглядели при этом не лучше стая тупых обезьян. Нашего талантливого земляка Решетова знают и любят далеко за пределами Пермского края. Его стихи и произведения включены в общероссийскую школьную программу. А творческий путь продолжает вдохновлять поэтов. Уважаемый на Урале литератор, прозаик и пермский поэт Владимир Кочнев сегодня у нас в Березняках считает Алексея Леонидовича своим главным учителем. И приезжает в Березняки уже не первый раз. Алексей Леонидович Решетов это крупная фигура, это поэт. Он известен не только на Урале, ну на Урале он такая некая икона, известен не только на Урале, но вообще в России. Алексей Решетов был тем поэтом, на стихах которого я сам учился писать стихи. И он очень сильный поэт. У него в каждом стихотворении есть какая-то изумительная находка. Это человек высоких качеств, действительно сильные лирики. Я бы взять его короткие стихи, в которых он вкладывал большой смысл. Как говорят березняковцы, стихи знаменитого поэта, как глоток свежего воздуха, так необходимого в наши дни. Алексей Решетов, человек с широкой душой и большим сердцем, сохранил для нас такое важное и такое значимое наследие, по сей день объединяющее не одно поколение. Он ушел, но продолжает жить в своих проникновенных стихах и через творчество тех, кого вдохновил. Ольга Максименко, Елена Катаева, Екатерина Панфилова, Никита Игнатьев. Наши новости.